Утром на площадке перед школой номер 12 в микрорайоне Чкаловский торжественным маршем прошли войска Щелковского гарнизона, кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Покрышкина, участники движения ЮНАРМИЯ. Рядом со школой, которой планируется в будущем присвоить имя Валерия Чкалова, дочь прославленного летчика Ольга Валерьевна и космонавт Алексей Леонов открыли бюст герою Камбригу. Валерия Чкалова воплотилась и в делах, и в форме, и в подвигах. У нас очень много героев проживает на территории Щелковского района, которые повторили и повторяют подвиги, которые заложил Валерий Павлович Чкалов. Я бы сейчас подумал, если бы оказался здесь экипаж Чкалова, Белякова, Байдукова, они бы сказали одно – спасибо вам, что вы сегодня здесь. Спасибо, что у нас есть такие дети и внуки. Спасибо, что вы помните и продолжаете наше дело. Конечно, подвиг экипажа Валерия Чкалова служит примером и подрастающим гражданам нашей страны и современному поколению военных летчиков. Мне кажется, что это демонстрация человеческих возможностей, понимаете? Потому что если человек ставит перед собой цель, если он что-то умеет хорошо делать, а они умели, понимаете? Потому что залог их успеха был именно в том, что они были классные летчики. Для летчиков это сейчас прежде всего оценка. Оценка того, чтобы они сравнивали себя с тем событием, которое произошло. Смогли бы они сделать такой шаг в то время или сейчас даже, пролететь 9 тысяч километров, 63 часа находиться в кабине, сориентироваться по звездам, сориентироваться в какой-то необыкновенной или сложной ситуации. Смогли ли они бы выдержать это? Бюст Валерия Чкалова в Щелкове появился в рамках проекта «Аллея российской славы», по которому в России и других странах установлено более тысячи бюстов, скульптур и памятных знаков людям, которые прославили наше Отечество. Проект «Аллея российской славы» более чем 10 лет. За это время установлено в сотни городов бюсты граждан, прославивших государство российское. Скульпторы из разных городов России. Это Ставрополь, Ростов, Краснодар и московские скульпторы. Любое учебное заведение, любую воинскую часть можешь получить бесплатно. Мы хотим, чтобы юные граждане России воспитывались на примерах своих предков, на самых лучших примерах сынов прославивших России. Перед гостями выступила рота почетного караула Академии Воздушно-Космическая. Обороны с показательным номером «Плацпарад». Затем участники мероприятия переместились на площадь возле Дворца культуры имени Чкалова. Там, на мемориальном комплексе, установленном 40 лет назад, к 40-летию легендарного перелета, открыли памятную доску. Не забыли и о будущем микрорайона Чкаловский. В сквере на углу улиц Ленина и Гагарина возле Вечного огня появился закладной камень будущей аллеи Героев Отечества. Микрорайон Чкаловский является, будем говорить, фундаментом всего Щелковского района, фундаментом славы Щелковского района. Поэтому сделаем все возможное. Построим и Чкаловский парк. Уже построили набережную вокруг пруда. И так далее мы будем развивать все. Чтобы вы понимали память о Чкаловском, это главное. Но и движение вперед необходимо. Сергей Дадыко, Игорь Поляков, телерадиокомпания Щелково.